Культурная формула воды. Справедливости разница. Надо сказать, что вот этот угол не 90 градусов. В чем дело? Не, 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 не 40 ты. Он порядка 104. То есть реально вот эти водороды чуть больше отклонились. В чем дело? Дело в том, что вот здесь электронного опыта есть, хотя бы слабенько, есть. Здесь есть? Есть. Какой заряд будет в электронных блоках? А что делают заряды одноименные? Вот так. Понятно? На самом деле, это тоже не 90, они должны больше. А не могу ли я толкнуть с 180 градусов? Не, не могу. Не вытолкнуть. Дело в том, что у кислорода другие диаблака есть. Ага. Они вот так ведь торчат. И у них тоже отречетные заряды. Значит, поэтому, конечно, не пустят их туда. Хорошо. Этой небольшой разницей будем пренебрегать. Могу будем пока вот так рисовать. И теперь разбираемся. Вот эта связь полярная или не полярная? Полярная. Сильно полярная. Вот эта связь. Сильно полярная. В физике такие частицы, имеющие два полюса, называются диполи. Итак, молекулы воды представляют из себя диполи. Со стороны кислорода отрицательный, полюс со стороны водорода положительный. Диполи физики обозначается очень просто. Ну, чтобы не рисовать такого мозга. Сосиска с двумя знаками. Плюс. А теперь вспоминаю, как ведут себя разноименные заряды. Одноименные. Отлично. Теперь я взял стакан, наил некоторое количество воды. То есть, вот у меня в этой части пространства много декорий. Вопрос. Они так и будут плавать сами? Нет, они как магнитики вот такие вот здесь. Они будут вести себя так маленькие магнитики. Ну-ка, пожалуйста, у себя в тетради попробуйте нарисовать. Как они могут выстраиваться? Давайте, давайте. Здесь несколько разных вариантов. Как будут взаимодействовать водные диполи друг к другу? Дело в том, что отрицательные заряды, извините, одноименные заряды отталкиваются. А разноименные притягиваются. Вот такой коммун без диполи образоваться никогда не сможет. Если мы попробуем их просто вот так обидеть, а кирпичить в тему. Нет, скорее квадрат получится. Нет, скорее квадрат получится. Понятно, почему так делали? Да. Скорее будет квадрат. Смотрите, вы же собрали одноименные полюса и тут же откидите. Скорее будет такой диполи квадрат. Знаю все. Самая устойчивая структура, не обязательно квадрат. Возводник. Вот так. Смотрите, у нас притянулись друг к другу разноименные полюса. А одноименные рядом или далеко друг от друга? Далеко. Далеко. Устойчивая структура? Да. Вполне. Квадрат тоже вполне устойчивый. Пятиугольник. Вполне устойчивый. Шестиугольник. Шестиугольник. А вот более крупные форороны встречаются очень редко. И только при выполнении одного струка. А что нам триугольники по так и пятиугольникам? Да, да, да. Вот в основном такие структы. А больше никак. Сейчас их гримцы почему? Очень глубоко. А как с вашими впедрением? Молекулы вещества, из которых устроен весь наш мир, стоят на месте или двигаются? Двигаются. А остановить их можно? Нет. Нет. Движение не остановило. Хорошо. А от чего зависит скорость этого движения? От температуры. От температуры. На самом деле, если говорить всерьез, температура – это и есть скорость движения молекул. То, что вы называете температурой – это и есть скорость движения молекул. Если молекулы идут быстро, скорость, или как-то, то значит это и высокая температура. Да, тело нагрелось. Если молекулы замедляются, что температура? Если молекулы низкая. Это и не только тысячи на дали градусов. Так, при которой молекулы остановятся совсем. Впервые рассчитал эту температуру знаменитый британский ученый Лор Кейнг. Абсолютный ноль. Абсолютный ноль по шкале Кейнг. Ниже температуры не бывает. Молекул всталит. Все. Кто знает, чему примерно равен абсолютный ноль в пересчете на привычную? Нам шкалу Целься. Минус 272. Да, там 50, конечно. А какая температура космоса вокруг нашей планеты? Номер 100? Нет, ну все-таки плюс 6. Только плюс 6 не по шкале Целься, а по какой шкале? По шкале Кейнг. Фаренгейта. У Фаренгейта 0 это температура подмышкой. То есть в космосе у вас температура на 6 градусов ниже, чем у вас в подмышке? Это вряд ли. Конечно, по шкале Кейнг. Наши точки зрения чудовищный холод. При этой температуре все газы в каком состоянии? Вято. Сначала при понижении температуры все газы сначала переходят в жидкое состояние, а потом, ребят, ведь на самом деле же такая жидкость, твердая тела и газ. Просто агрегатное состояние. Агрегатное состояние. Все зависит. Такая же простая вещь. Скорость движения выиграете? Конечно, скорость движения вставляет х. У нас две частицы при низкой температуре. При низкой температуре какая у нас скорость движения? Маленькая. При низкой температуре две частицы вот так летели, летели, встретились. У этой частицы есть полюс, а у этой частицы здесь полюс. Они удержатся? Удержатся. Удержатся. Температура низкая. Так? А если я разогрел тело? То значит нет. Если я разогрел тело, что со скоростью движения идет? Они просто столкнутся и разлетятся. Почему? Сила сведения, которая возникла между плитами, оказалась меньше, чем эмоция движения учтится. Поэтому, как по-вашему, при какой температуре вода будет образовывать большое количество вот таких свародов, а при какой температуре они начнут разваливаться? При низкой температуре... Чем ниже температура, тем больше часть воды переходит вот в такое связанное состояние. А при падении температуры ниже 0 градусов по Цельсию, то основная масса воды переходит просто вот в такие вещи, которые выстраиваются упорядоченным образом. И мы говорим, что все, вода замерзла. А что превратился, превратился, идет отлично. А вот квадратиками эта вода будет? Не понял? Ну, в смысле... Вот такого не было. Нет, я имею в виду самую коробку. Вот это? Да. И вот это. Вот это треугольная композиция. Вот это квадратная, шестиугольная. И если не было 10 минут, то это 2. Так. А вот теперь... А теперь представьте себе, что не все диполи перешли к работам. Не все. А встали бродящие. Здесь бродящий диполь имеет высокую скорость движения. А это знаете, что он соответствует какой микрофлоре. Высокой. Да, мы нагрели, нагрели, и он летел-летел, и со всей дури врезался вот в этот хоровод. Какой вот хоровод? Он распадется. Распадется. При этом он подтолкнет остальных. Да. Остальных подтолкнет. И все полетели в разные стороны. И начинают стыкаться в другие хороводы. Так? И тоже в США. Именно так. Если мы нагреваем систему, то все меньше и меньше циклов остается в системе. Все больше бродящий диполик. Так? А когда мы отводим дипол, забираем дипол из системы. Все больше диполика в такой порядке. Смотрите, диполика тянулась. А это что значит? А это значит, что между ними какая-то связь возникает вот в этих точках, они как бы привержены друг к другу. Ну и как бы ее назвать? Это ковалентная связь, которая не опускает диполик друг от друга, или нет? Это статическая связь. Да. Понятно, что это не ковалентная. А почему не ковалентная? Почему не ковалентная? Чего не ковалентная? Общая реферия. Нет общей электронной пары между этими диполиками. Конечно, связь не ковалентная. Может быть, это емная связь? Нет. Нет. Нет, никто не терял электронов. И никто не получил новые электроны. Вот такая связь в химии будет называться водородная связь. Последний, третий тип химической связи. Водородная связь. Возникает между участками полярных ковалентных связей разных молитв. Полярных ковалентных связей разных молитв. А вот сейчас мы с вами разберемся с очень важной, чисто в бытовом смысле темой, какие же вещества растворяются в воде. А заодно, что такое растворение? Это срок, который мы уже с вами собираем. А второе вещество вы отлично знаете. Это полиэтилен. Полиэтилен, с которого пакетики делали, там вообще все на свете делали. Структурная формула полиэтилена удивительно простая. Правда, полностью ее написать здесь невозможно. Если бы я, ну вот так, чтобы вы оттуда видели, написал бы полностью, мне бы надо было с доски перейти на стену, потом на ту стену, на ту. Да и то, я не знаю, хватило бы места. В чем дело? Полиэтилен это такая дремющая цепь. Значит, переносы? Которая устроена паразитно-просто. 300-400 углеродов. 500 может быть углеродов. Так? И вот так, понятно. У нас просто записали, писать. Все углероды, как всегда, в органике, все аквалировны. Но остальные мне не писать лень, потому что дальше ничего не меняется. Да, с самого конца все будет совершенно одинаково. Единственное отличие, единственное отличие вот здесь. Обратите внимание, в конце, в конце, конечная группировка, как ему углеродов присоединено два водорода или другое количество? Три. Так? Хорошо. А весь остальной состоит из бесконечного повторения вот этой группы, CH2. CH2 сшибы друг к другу. И вот такая лень. Длиннейшая. Хорошо. Вот вам приятели. Ну вот, например, лицевой. Глицерин. Глицерин. Химическое, грамотное химическое название, глицерол. У всех стерцов окончания О. Метанол, пропанол, глицерол и так далее. Если видите, нет фенола, это родственная спирта. Вот другая. Так. Хорошо. А теперь задачка. Значит, вот она структурная формула. Давайте-ка, по структурной формуле, прикиньте, какое вещество будет растворяться в воде и почему, а какое не будет. Чтобы растворение водные диполя притягивают молекулы вещества, отрывая его от общего скопления и утягиваются с собой в поле. Итак, прошу. Мне кажется, что глицерол будет, а для нового не будет. Ага. Видите, в доске, возьмите его. Покажите, в каких местах глицерол могут притянуться водные диполицы. Вот здесь. Так. Совершенно верно. То есть, на самом деле, как только он попал в воду, картинка будет выглядеть вот так. Это понятно? Да. Какими полюсами притянутся диполицы в водородные? Минусами притянутся. Минусами, конечно, кислородами. Кислородами. Плюсами. Значит, в результате эта молекула оказалась покрыта буквально с одной стороны притянувшимися молекулами воды. А вот эта? Нет. Нет, это слабые полюса. А теперь, внимание, подумать немножко. При каком условии полиэтилен начнет растворяться в воде? Даже в высокой температуре. Конечно. Если мы воду нагрели, то, значит, на самом деле это будет немножко другое явление. Вода не будет притягиваться. Она будет просто из-за скорости движения рвать эти свежи. Разбивать. Ребят, вода с высокой температурой, обладающей высокой температурой, это не просто растворитель, это адский растворитель. Дело в том, что температура кипения воды зависит от давления. А как по-вашему, если вы нужны лепаковки, да? Что будет с давлением на вашу тело? Будет возрастать. А как быстро оно будет возрастать? Как быстро углубление. Смотрите. Понимаете, что на ногаме 100 километров атмосферы. Как по вашему, на вашу анодельфию? Да. С какой силой? Созначит. 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 На каждый квадратный сантиметр вашего тела давление равно одному килограмму. Поскольку площадь поверхности вашего тела порядка двух квадратных метров, если не лень, можете посчитать, с какой силой воздух давит на вас. Так? Значит, наше тело на это рассчитано, мы этого не замечаем. А вот если ныряете в воду, да, вот такое давление, с которым атмосфера Земли на вас давит, так называется атмосферное давление или одна атмосфера. А вот тогда значительно более среда, более плотная среда, и если вы нырнули всего на 10 метров глубину, давление возрастет на целую дополнительную атмосферу. На ту же величину, на которой 100 километров воздух. Так? Хорошо. На глубине километра какое дополнительное давление будет? Еще 10, а сфер плюс? Еще 100 атмосфер добавит. Так вот. Ну, как по-моему, при повышении давления вода начинает кипеть при все более высокой и высокой температуре. 100 градусов не хватает. Если воздух сжимается, так, точка кипения сдвигается. И на дне океана, если бы попробовали вскипятить котелочек воды, вам надо было бы его нагреть градусов до 400. Потому что при 200-300 градусах вода останется жидкой, она кипеть не будет. Так вот. Поэтому, когда такой сверхкипяток пробивается сквозь горные породы на дне океана, он по дороге растворяет скалы. В наших условиях, поверхности Земли, вода не может растворять гавны. А вот этот сверхкипяток нормально растворяет горные минералы. И, вырываясь из такой геотермали, обогащает растворенную соляль, которая, правда, туда, конечно, попадает в осады, окружающие океанические воды. Да? Потом, может быть, я и вам скажу. В местах прорыва таких геотермалий возникают совершенно фантастические очаги жизни. Называют их черно-пырищики. В этих местах, в совершенно безлюбном океане, абсолютно безжизненная пустыня, на глубине необычных километров, очаг такого многообразия жизни. Креветки, раки, кальмары сидят друг на друге в несколько этажей буквально, сбиваясь. Фактически те, что там живут и не логовят. Правильно отбиваясь на то, что там не логовят. Абсолютно. Вот это независимое сообщество. Кем они все питаются? А дело в том, что в этом сверхнепетке, как это ни странно, живут живые организмы. Есть бактерии, которые нормально живут, при температуре плюс 107 градусов. Если температура падает до плюс 102, они начинают глохнуть. Догадаетесь, из чего? Абтерианом не лезут? Конечно, они замерзают. 102 градуса, и они слишком холодные. Они просто не лезут. Так что точка кипения воды зависит от давления. Хорошо, а если снижают давление, то при какой температуре вода, спите? 3,66. Скажите, в горах давление такое же, как и выше или ниже? Ниже. Ниже, конечно бы. Уменьшили стол воздуха, поднялись вверх, да? Хорошо. Как положено, можно ли сварить суп где-нибудь на Эвересте? Вода очень быстро вскипит. Она не вскипит. Она вскипит на бассейн. А нет, можно там специальные способления такие есть, крышка закрывает. Нет, нет, вот открыт, кажется. В обхотлаве, да, можно. Вода там очень быстро вскипит. Нет. Что значит быстро вскипит? Она испарится. Да, ребят, дело в том, что она закипит не при 100 градусов, а при 86. А при температуре мясо сварится, оно останется сыром. Картошка сварится, останется сыром. То есть у вас во всю кипит кастрюля, да? Вы в нее бросили свеклу, капусту, картошку, мясо, пряности, час варите, два варите, три варите, пробуете, а все сырое. Хотя вода кипит. Почему? Низкое давление. На самом деле, если очень глубоко снижать давление, то вода может закипеть при комнатной температуре. Есть такие видео, совершенно дивные, когда проверяют костюмы скапандр для космонавтов. Проверку ведут в наземных баракайбрах. Вот такая большая металлическая коробка, куда человек в скапандр залезает, из нее откачивают лоб. Ну, потому что в окне, в окне, проверяют, хорошо ли скапандр держит. И есть хорошенькое видео, когда мужик проверяет скапандр, у него столик внутри баракамеры, а на столике стоит стакан с водой. И показывают шкалу манометра, какое давление в камере, ну и при достижении очень низкого давления, что вот на стакане начинает вода кипеть. Вода закипела. Да, она просто нормально кипит. Почему? Давление стало настолько низкое, что вода закипела при 20 градусах. И вот теперь еще два важнейших слова. Теперь, потому что написано на доске. Давайте посмотрим, какими свойствами должны обладать вещества, растворимые в воде. Мне нужно иметь, например. Какие свежи должны обладать вещества в воде? Полярные. Полярные. Это именно так. Итак, вещества, имеющие сильно полярные свежи, вещества, имеющие сильно полярные свежи, смачиваются водой. Смачиваются водой. И часто, и часто, не всегда, но часто, растворимы в воде. Вещества, имеющие сильно полярные свежи, смачиваются водой. И часто, растворимы в воде. Все эту компанию называют гидрофильные вещества. Гидровода силом любови. Вещества, любящие воду. Гидрофильные. А вещества, у которых нет сильно полярных связей, будут ли они взаимодействовать с водой? Нет. Жир. Значит, например, жир. Например, пластмасса. Такие вещества, вот, называются гидрофильные вещества. Стоящиеся водой? Да. Гидрофильные. Например, жир, воск, пластмасса. Так вот, а можно ли в чем-нибудь растворить гидрофильные вещества? Кислоте. Кислоте. Нет, кислоте не выйдет. Соли. Нет, и в солях не выйдет, конечно. Для растворения гидрофильных веществ используют органические растворители. Органические жидкости. Да многие из них вы знаете. Бензин, спирт, эфир, ацетон. Вот эти жидкости хорошо растворяют как раз гидрофильные вещества. Поэтому, если вы посадили пятно масляной краской. Краской на основе жиров. Имеет ли смысл пытаться его обстирать в стиральной машине? Нет. Лучше спирта, да. Вот, лучше всего для масляной краски не спирт, а бензин. А еще лучше очищенный керосин, который продается сейчас в магазинах под названием white спирт. Белый спирт. Это никакой не спирт, это очищенный керосин. Это могучий растворитель, который выведет все пятна отношенной краски. Но учтите, он попутно выведет, растворит все краски на ткань. У вас остается такое симпатичное белое пятно. Вот, помните? И сейчас... Нужно, короче, все постарать, чтобы вся белая стала. Много, но... Много, но...